шалом дорогие друзья с вами яков шатагин мы продолжаем изучать перкая вот второй раздел учение великого и леля продолжает и лель говорит что в зависимости от качеств и навык человека он может достигать различные вершины 6 мишна говорит и лель если есть человек который вообще ничем не занимается ничего не умеет он называет бур бур это который даже он не может быть продавцом в магазине вообще ничего не умеет не обладает никакими знаниями он никогда не научится вот этот бур не научится боязни греха человек который не владеет никакими навыками не никак не развивается он никогда не будет бояться греха хотя бы какого-то минимального уровня служения творцу если есть человек который он уже много чего умеет торговать умеет но он не постигает духовные ценности называется амарит не уч такой в торе он никогда не будет благочестивым написано хасидом он не будет тот бур который вообще ничего не знает он даже греха бояться не будет а вот этот который не учит тору не постигает духовность он работает где-то там в поле сапожником он умеет чем-то заниматься но на марить он никогда не будет праведником вот хасидом в лоба и шан ламет если человек слишком скромный боится переспросить учителя в школе в университете он не сможет на сто процентов обладать знаниями ты не сможешь учиться если ты стесняешься спросить велок об данный ламет если есть учитель который слишком строгий которого раздражительный такой любой шум в классе его раздражает он не может учить потому что он будет срываться на учеников в локу ламар бы без хойру мах ким бизнесмены которые весь день в бизнесе у них к сожалению не будет времени постигать тору убим ком шей наношем и штады льет ишь и там где никто не хочет занимать какую-то важную должность например есть в синагоге габаи которые отвечают за порядок в синагоге за чистоту нет такого человека иди занимает а его место иди занимает у должность там где нету людей старайся быть человеком седьмая мишна афура гульгора тахачи цафальп не амаем и лель шоу вдоль речки и увидел плывет по воде череп и он сказал этому черепу ты кого-то убивал сто процентов ты убивал и убили тебя все в этом мире мера за меру мы в закрытой системе друзья мы делаем хорошие позитивные вещи она возвращается на нас мы разрушаем грабим убиваем сплетничаем все вернется на нас обратной волной ты убийца сказал и лель и тебя убили весов матифа их етуфу а тот кто убил тебя всевышнего тоже потом накажет мера за меру все мера за меру шестая и седьмая мечта второго раздела пиркаевод спасибо огромное